Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 9 января, Степанов день. Назван в честь святого первомученика и архидиакона Стефана. Как только возникла церковь Христова, в ней были только христиане из обрезанных евреев. И когда начали принимать необрезанных, они возмутились и пошел ропот и недовольство. Стефан оказался в центре этого спора и был побит камнями за то, что словом и делом верных утверждал в вере, неверных же иудеев обличал, доказывая им, что они несправедливо по зависти убили сына Божия. В народе этот день называли лошадиным праздником. Существовал особый обряд. На одной ведра с водой бросали серебряную монету и этой водой поили лошадей. Назывался этот обряд поит коней через серебро. Считалось, что от этого животные добреют, не боятся дурного глаза, входят в милость у домового. А монету, которая лежала в ведре, клали в конюшне под яслями. Да так, чтобы это никто не видел. Этим самым задабривали домового, чтобы он коней не беспокоил. Продолжаются народные гуляния и святки. Стоят сильные морозы. Пришла настоящая зима. В день Степана девушки гадают на скорость замужества. Для этого рассыпают на столе семечки и попарно их пересчитывают. Если выпадает четное число, в этом году возможно замужество. И если остается одна семечка, замужество не скоро. Сегодня отчествовали пастухов и заключали с ними договор о найме. Для этого ходили к ним в гости с угощениями. Вообще пастухов даже приписывали к колдунам и старались с ними подружиться, чтобы летом он сохранил скот. Приметы. Солнечный морозный день к урожайному году. А вот снегопад обещает богатый урожай ягод и грибов. Если хозяин сегодня огородит свою территорию осиновыми колиями, то в течение всего года будет защищен от всякой нечисти. Если на улице не видно мелких птиц, скоро начнется снегопад. Туман стелется над полями к потеплению. Если ночью луна красна, утром будет мягкая снежная погода. Товарная болезнь как подагра. Наша жизнь стала более осытной. И многие люди используют слишком много мясных продуктов. От них образуются мочекислые соли, которые наш организм не в состоянии полноценно выводить. И в результате они начинают скапливаться, соли мочевой кислоты, откладываются, особенно в суставах ног. И возникает такое неприятное явление, как подагра. Болят суставы. Как от этого можно избавиться? И в этом нам помогут сушеные яблоки. Именно вот такая сушка. Для того, чтобы облегчить состояние больного при подагре, а в некоторых случаях и излечиться от этого заболевания, достаточно брать по две горсти вот таких вот яблок, класть их в термос, заливать на ночь пол-литра кипятка, в течение ночи настаивать, и потом пить, как напиток, перед каждой едой. Три-четыре раза в день. Естественно, курс где-то от одного месяца до двух. Потом повторяете. Очень хорошая профилактика, которая вымывает эти соли из организма и восстанавливает наши суставочки. Просто легко, понятно и ясно. Если вы страдаете колитом, то и здесь яблочки помогут. Но лучше всего здесь делать пюре. А именно яблочки должны быть запечённые, чтобы они не раздражали слизистую кишечника. Вот плохой аппетит бывает. Вот, плохой аппетит бывает. Как тут поступать? Оказывается, для этого, знаете, какого надо яблочко съедать? Какого? Сладкое, кислое, кисло-сладкое. Ну, кислое. Да, оказывается, именно кислое яблочко и кисло-сладкое стимулируют аппетит. А вот сладкое подавляет его. Поэтому, если у вас плохой аппетит, допустим, детки плохо едят, вы отражаете кисло-сладкое яблочко немножечко и даёте им пюрешки или так пусть поедят. И через полчаса органические кислоты активируют железы внутренней секреции пищеварительной и появится хороший аппетит. И улучшится пищеварение. Пятнадцатые лунные сутки. Чем больше прерывное действие Луны на мировой океан, тем сильнее воздействие и на организм человека. Воздействие оказывается многопланово на тело, энергетику, эмоции. Так в эмоциональном плане, помимо желания человека, активизируются разного рода плотские наслаждения. И человек бессознательно тянет во что бы то ни стало удовлетворить их. В это время важно сохранять самоконтроль и самодисциплину. Иметь понятие, что это влияние прерывного действия Луны, а не собственная потребность. Питание шире используйте плотную горячую пищу с вяжущим вкусом. Из бобов, гороха. А жидкую, холодную пищу лучше избегайте. Ввиду повышенной циркуляции жидкости в организме, откажитесь от любых хирургических вмешательств. Шестнадцатые лунные сутки. Эти лунные сутки несут весьма благоприятную энергетику. Ее действия больше оказываются на душевное качество, чем на телесное. Рекомендуется погружиться в эти ощущения и не делать ничего, что их стирает. Поэтому любые действия, вызывающие нарушение эмоционального спокойствия, крик, раздражение, грубое, вызывающее поведение, громкая музыка и другое, должны быть сегодня исключены. Из физических упражнений и нагрузки рекомендуется простые, спокойные, плавные движения, спокойная нагрузка. Пища должна быть вкусная, но без специй, которые волнуют энергетику и сознание. Теплые водные процедуры, прогревающие и расслабляющие, весьма показаны.